Эти кадры сняты камерой мобильного телефона, их предоставил нам житель дома напротив. На съемке видно, что к приезду пожарных из окон на четвертом этаже валит дым. Причем он вырвался уже даже за пределы квартиры и идет из окна подъезда. Оно справа от окон пострадавшей квартиры. Как оказалось, горело трехкомнатное жилое помещение, его хозяин Юрий Жаринов. Понятия не имею, как это произошло. Кто-то был дома? Никого не было дома. Что загорелось? Короткая звука. Короткое замыкание сам Юрий связывает с проблемами электроснабжения в этом доме. С проводкой проблем у нас не было, но свет неделю назад, на позапрошлой неделе, всю неделю газ, днем и вечером. А так во всем подъезде или только у вас? Почему? Во всем трех домах. Тот дом, тот дом, четырех даже и тот дом. В качестве предварительной версии пожарная тоже называют короткое замыкание в розетке. От нее после пожара практически ничего не осталось. Как, впрочем, от благоустроенной кухни. Общая площадь пожара, по информации пожарной части, составила два квадратных метра. В основном огнем повреждены стены. Благо, обошлось без жертв. С кухни огонь как раз распространялся. Была угроза распространения пожара на соседние помещения в этой квартире, ну и, естественно, на рядом находящиеся квартиры. Пожарные среагировали очень быстро. По словам местных жителей, брандмейстеры прибыли в считанные минуты, не дали распространиться огню на соседние квартиры и спасли личное имущество хозяев пострадавшей квартиры на сумму полтора миллиона рублей. При том, что ущерб от пожара составил 70 тысяч. К тому же пожарные эвакуировали шестерых жильцов соседних квартир. Всего этого не было бы, считают специалисты, если при выходе из дома соблюдать одно простое правило. В первую очередь, те электроприборы, которые можно отключить и которые требуют отключать инструкции производителя, нужно обязательно выключать. Потому что вот по этим причинам, в принципе, пожары происходят. Конечно, холодильник, к примеру, не отключишь, но, значит, желательно выключать. По статистическим данным, именно из-за неисправности в электропроводке происходит каждый четвертый пожар в жилых помещениях. С января по октябрь прошлого года таких в Кунгуре произошло около 20. В этом году рост составил 3%. Елена Котельникова, Александр Липин, Алексей Долгоруков, Галина Крепливцева, телекомпания Кунгур.